Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Попова Анна Александровна. Я педагог дополнительного образования, тренер по ментальной арифметике, скорочтению и развитию умышления детей. Также я являюсь специалистом по адаптации программ дополнительного образования и разработчиком онлайн-программ по развитию детей. Мы с моей коллегой Цирлиной Натальей Александровной, педагогом дополнительного образования, логопедом, также учителем математики и физики, рады вам представить программу формирования инженерного мышления и технической культуры средствами образовательной среды. Этот курс подойдет для специалистов системы образования, педагогов общего и дополнительного образования. С каждым днем все очевиднее, что будущее за технологиями и людьми эти технологии создающими. Поэтому остро встает вопрос, какие умения прививать нашим детям, чтобы они нашли свое место в беспрерывно меняющемся мире. В современном мире на первый план выходит потребность человечества в навыках инженерного мышления. Люди инженерных профессий играют важную роль в развитии экономики государства, а создание отечественных передовых технологий и их развитие определяет рост экономики и безопасность государства. Предпосылками создания являются развитие научного знания и подготовка выпускников инженерных специальностей, готовых и способных к конструированию и проектированию. Сфера образования выполняет важнейшую функцию – образование и подготовку будущих специалистов, которые смогут нестандартно и творчески решать в будущем научные и практические проблемы, разрабатывая современные высокие технологии. Имеющиеся в научных публикациях данные и опыт подготовки инженерно-технических кадров в средних, специальных и высших учебных заведениях позволяют говорить о том, что для решения проблемы качества инженерных кадров необходима ранняя профессионализация, еще на этапах дошкольного, школьного обучения, целенаправленная работа по формированию среды для продвижения технического творчества, изобретательства, развития инженерного мышления. С одной стороны, для реализации этого необходимо обеспечение более углубленного преподавания базовых дисциплин, а с другой – междисциплинарные программы, что в комплексе позволит готовить специалистов широкого профиля, которые смогут грамотно использовать свои знания для решения смежных или комплексных производственных задач. Программа формирования инженерного мышления и технической культуры средствами образовательной среды содержит эффективные упражнения и методы, а также технологии развития инженерного мышления у дошкольников и школьников. Элементы упражнения программы могут быть успешно включены в обязательную программу образования. Мы желаем вам удачи!